друзья всем привет с вами денис логутенко и сегодня вас ждет супер крутой и супер сочный выпуск я познакомил вас с ребятами с лидерами а по обклейке авто в майами компания кастум раб дизайн с ними познакомился когда решил обклеить свой rolls сделать его так сказать немножко по майамске ярче ребята покажут сердце своего бизнеса расскажут о тенденциях вообще в обклейке на пленке в мире и конечно расскажут о том как они смогли сделать свой бизнес здесь в америке поэтому будет гарантированно интересно подписывайся ставьте лайк погнали аватар классического клиента как он выглядит кто эти люди которые приезжают обклеивать свою машину то есть какая у них цель какой цели не преследует у нас есть грубо говоря четыре вида оклейки это защитная пленка это смена цвета защитная она прозрачная прозрачная пленка что мы здесь видим это тесла модул x которая клеится в прозрачную матовую пленку она защищает лакокрасочное покрытие и делает машину ну то есть матового цвета вот это один сегмент второй сегмент это смена цвета ну то есть когда вот мы меняем цвет с примеру темно-серого на черный сатин потом у нас есть кастомные проекты это дизайн и вот я кстати видел что многие ребята кто обклеиваются машину у них собственный рисунок как это вообще делается но как-то возможно может быть в том числе и собственным но и также мы предоставляем разработку дизайна мы работаем с рядом дизайнеров которые стилистические разные то есть ну как бы если ты хочешь допустим спортивный стиль это будет один дизайнер если ты хочешь какой-то арт там это будет другой там ты хочешь графику это будет там 3 дизайнер и вот в зависимости от запроса То есть, ну, как бы, что человек хочет. Вот, к примеру, вот наш следующий проект – это проект «Ха-ха», это Джокер, «Бэтмен и Джокер». И вот мы будем делать машину там с дизайном там Джокера, Бэтмена, короче. То есть, кто-то хочет нарисовать на машине сюжеты из фильма? Кстати, я даже вот покажу, как это выглядит. Наш следующий проект – это вот будет, ну, как бы, такого плана, то есть, у нас там будет финальный вариант, мы еще не подготовили его, но мы помогаем нашим клиентам, ну, то есть, если у них есть какая-то идея, и они хотят там, не знаю, кто-то там аниме, кто-то фанатеет от, не знаю, каких-то там фильмов, кто-то каких-то мультиков, мультяшных героев. Недавно делали проекты там с, знаешь, брендами. Очень часто это в последнее время происходит, допустим, когда там дверные проемы хотят сделать там в стиле Луи Виттон. Вот это, кстати, хорошая идея. Я думаю, здесь тоже прямо ляжет четко. Если у тебя есть какой-то фаворит из брендов, то, в принципе, это можно сделать. Баленсиага. У меня, если в гардероб зайти, у меня все футболки Баленсиага. Баленсиага, кстати, мы никому не делали. Самый распространенный – это Луи Виттон. Что мы еще делали? Кром Кюртс, Гуччи. Ну, Версачи, по всей видимости, фирменные. Кстати, да, Версачи делали. А, вот, кстати, тоже один из последних дизайнов, который мы делали – это Киа Стингер в виде каллиграфии. Дизайн выполнен. Там внутри с дверными проемами, которые там тоже в таком же стиле. Люди, они приходят уже с какой-то идеей или нет? Или, как правило, я пришел, хочу что-то, типа, хочу выделяться. Чаще, наверное, все-таки, что что-то хочется необычного, но не знаю, что. Ну, то есть, потому что кто-то уже с какой-то идеей где-то что-то видел. И, может быть, ну, они все равно спрашивают – это уже было? А что мы можем сделать, чего еще не было? Ну, то есть, и так как я очень глубоко, грубо говоря, в этой теме, ну, то есть, я отслеживаю там последние тренды, последние какие-то проекты, которые там сделаны были. И стараюсь, ну, как бы, чтобы все проекты не повторялись, ну, которые мы выполняем. И поэтому, ну, мы делаем какие-то рекомендации. Хотя, вот, к примеру, вот Луи Виттон мы уже делали года, наверное, полтора или два назад. Но вот человек именно захотел, чтобы вот, ну, как бы было так же. Ну, то есть, и поэтому мы решили никак не переубеждать его, там, не придумывать что-то новое, а ставить это как есть. Потому что это, в принципе, смотрелось гармонично. Это действительно, ну, такое, знаешь, очень тонкое ремесло. Я не знаю, с чем это сравнимо, но порой внимание к деталям вот я могу сравнить прям, знаешь, там, с какой-то там, я не знаю, там, сборкой часов. Почему? Потому что очень тонкие моменты, знаешь, там, прям надо вот настолько детально это все делать. И немногие просто это могут. Кто понял, что это в жизни их ремесло, что они, ну, как бы, хотят улучшать свой, там, скилл, чтобы зарабатывать этим на свою жизнь, то с ними вообще нет никогда никаких проблем, они, ну, делают свою работу, не все хорошо получается, у нас нет никогда претензий, потому что основная наша, ну, как руководство претензия, это только качество выполнения работы. Что касается сотрудников, я скажу, что мы всегда находимся в поиске. Почему? Потому что мы всегда растем. И вот сейчас вот то, что вы видите, это наших первых 3000 square feet. Сколько, кстати, стоит аренда примерно? 6 тысяч долларов. Месяц? Этого места. Да, этого места. Я на всякий случай, мало ли в неделю. Нет, да, в месяц. Плюс лицензии, страховка. То есть на этот вид деятельности нужна лицензия? Да, лицензия, сертификат. Потом мы еще получили дополнительный там USIG сертификат, короче. Ну, это плюс там все утилити, ну, то есть там свет и все остальное. Но, наверное, накладные расходы только по шапу. Ну, я не беру там зарплату и все остальное, наверное, больше, ну, наверное, в районе 12 тысяч в месяц. Страховка очень дорогая, потому что так как хайд машины, ну, то есть там, грубо говоря, вот сейчас в шапе стоит миллион долларов, да. И еще на улице там полмиллиона, наверное, стоит. Ну, то есть если сейчас что-то здесь случится, страховая компания покроет все эти расходы? Конечно, да. Ну, то есть страховка должна быть превышать. Это удобно? Ну, это 100% должно быть, потому что иначе ты рискуешь. Так у машин же своя страховка есть. То есть зачем? Нет, как только машина передается в сервис, ответственность лежит на компании, которая взяла это. И, кстати, это вот один из моментов, который многие не учитывают, которые приезжают сюда и думают, что здесь все очень, ну, как бы легко. Да, действительно, Америка дает кредит доверия новым людям, которые хотят открыть бизнес. Но в дальнейшем, ну, то есть они очень тебя так и сжимают, что поначалу ты можешь, грубо говоря, открыть, там, я не знаю, на заднем дворе все это делать. Ну, то есть там механики, покрасчики, там, я не знаю, клещики, там, все, кто хочет. Их, возможно, не будут трогать. Но если делать все изначально правильно, то здесь очень много, ну, затратная часть, очень много всяких, там, сертификатов, там, с города, там, со всех служб, с пожарных. Ну, то есть все то же самое. И здесь это не так, как у нас. Если кто-то понимает, о чем я говорю, ну, то есть когда, там, приходит пожарник, и он такой говорит, пожалуйста, чтобы у вас тут все было хорошо. И ты такой, и все хорошо. Хорошо, да, спасибо. Ну, то есть, как бы здесь нет, здесь ты должен действительно учесть все эти моменты. Здесь нет коррупционных каких-то схем в этом плане. Здесь все очень четко работает, но ты это все должен делать. Ну, как бы. И когда, я же говорю, когда уже момент такой, что ты работаешь с хайдмашинами, страховая за этим очень, ну, они же переживают, потому что они понимают, что если что-то случится, то если в ней хватит, там, допустим, страховки или еще что-то, то у них могут быть тоже, там, проблемы. И поэтому они периодически проверяют, приходят, то есть, ну, ежегодно, то есть, когда, ну, увеличивают, допустим, рейт, если видят, что мы, допустим, расширились немножко, допустим, что у нас там машины, ну, другого плана. Ну, короче, очень много накладных в этом плане расходов. Это наши первые 3000 SquareFit, и мы взяли сейчас вторые 3000 SquareFit на следующей улице. Сейчас там немножко, ну, ремонтные работы, небольшие получения там лицензии и всего остального. И вот там планируем больше коммерческую оклейку, вот, и там нужны тоже сотрудники. Грубо говоря, я планирую, наверное, что где-то в районе человек 6-8 там будет команда еще для того, чтобы обслуживать полностью вот все коммерческие моменты. Ну, то есть, это вот печать, оклейка вэнов, траков, всего коммерческого автомобиля. Коммерческая оклейка – это вообще другой сегмент бизнеса B2B. Ну, то есть, здесь B2C, и здесь, опять же, когда мы устраивали аватары, они совершенно разные, потому что, что касается защитной пленки, это люди, которые там немножко старше возраста, которые именно беспокоятся за счет, ну, насчет того, чтобы их там лакокрачное покрытие, ну, осталось в порядке, чтобы их investment, так скажем, ну, то есть, там, не терял в цене. Смена цвета – это более молодые люди, ну, то есть, которые хотят сменить, ты попадаешь под молодежь, да, так скажем. Это ребята, которые хотят сменить цветы, кто хотел, к примеру, автомобиль, но не нашел в том цвете, который, ну, как ты сейчас знаешь, у нас вообще дефицит автомобилей. Кстати, да, реально, ты приезжаешь покупать машину, ты выбираешь из того, что есть в наличии, то есть, нет такого, что ты выбираешь цвет, да, там, что у тебя есть выбор, в принципе, цвета. Как правило, люди сейчас приезжают, то, что есть в наличии, они берут, и это, кстати, обклейка – хорошая возможность получить тот цвет, который тебе реально нужен, который тебе нравится. Причем никаких документов дополнительных делать не нужно, потому что в наших странах СНГ там обязательное условие, что ты должен поехать и поменять в… ПТС. Да, да, цвет, здесь этого не требуется, ну, не требуется даже, они это, ну, как бы, отговаривают, ну, то есть, они говорят, что это не надо делать, потому что вся информация занесена в ВИН-код, и при смене цвета, то есть, ну, как бы, если машина будет, там, украдена или еще что-то, то снять пленку – это, ну, не знаю, несколько часов работы. Ну, то есть, могут автомобили искать совершенно другой, вот, поэтому, ну, здесь это не требуется, вот, и поэтому аботары разные, ну, то есть, и, там, возраст разный, там, не знаю, там, автомобили немножко, ну, разные, которые идут на PPF, которые идут на… PPF – это paint protection, там, защитная пленка, которая на color, на этот, на смену цвета, поэтому они, они немного разные, но их все объединяет, это то, что они, в принципе, в состоянии оплатить эту услугу, и поэтому здесь люди уже тратят деньги на это, исходя из того, что это их какой-то, не знаю, там, фетиш, не знаю, их какой-то… – Короче, кайфануть, чтобы кайфануть и выделиться. – Да, кайфануть. – Ну, я скажу, что вот наше основное, вот, такое позиционирование, что мы не продаем пленку, мы дарим эмоции, и это вот прямо вот на этом… – Это хороший, этот, для маркетинговых ход. – Да, ну, и, как бы, я не рассматривал это с точки зрения, там, знаешь, маркетингового хода, и я это рассматривал с точки зрения, как я это чувствую, но я понимаю, что это работает, да, действительно. – Ну, я скажу, что на опыте просто ребят, которые выигрывали гринкарты, потом приезжали сюда, и они вот, ну, как бы, приходили к нам и пытались сразу встать на наш темп, и им было тяжело. Ну, то есть, они такие, ну, я понимаю, говорит, что это реально зарабатывать, говорит, но я, к сожалению, так не умею, ну, типа, так быстро работать, но они видят, как это действительно происходит, ну, то есть, что мы в таком темпе работаем, они понимают, что, да, действительно. – Хорошо, а в их темпе вот ты переехал сюда? – Не, ну, в среднем полторы тысячи они… – Неделя? – Легко, да, в неделю. Ну, то есть, потому что это несложно, это, грубо говоря, ну, если смотрят меня ребята, которые занимаются оклейкой, если смена цвета – это две машины в неделю. У меня еще бонусная есть система, где за качество, за время, ну, то есть, можно получить дополнительные бонусы. Две машины – это больше полтора тысячи, то есть, три дня на машину. То есть, ну, как бы, кто из профессионалов оклейщиков, они понимают, что это вполне, ну, как бы, нормальное время поклейки, тем более разборщики, у нас разные департаменты, ну, то есть, у нас разборщики, сборщики отдельно от оклейщиков, то есть, получается, что, ну, в основном в сторонах СНГ все привыкли, что парень, который клеит, он уже разбирает, клеит, собирает обратно. У нас-то отдельные люди, и поэтому для оклейщиков только оклеивать, три дня – это больше, чем нужно, ну, то есть, ну, то есть, у нас ребята порой сложные машины делают в такой промежуток времени, ну, за который мы платим намного больше. Цены какие? В зависимости от проекта, но все цены, наверное, начинаются сейчас от трех тысяч долларов за смену цвета. Это цвет? Ага, а если защитная пленка? И защитная пленка, наверное, от пяти с половиной, наверное, тысяч долларов. То есть, защитная стоит дороже, чем цвет? Да, потому что она, во-первых, стоит дороже сама по себе, сам материал, и также работа выполняется другим типом специалистов, которые имеют больше опыта. Ну, то есть, я считаю, что для защитной пленки нужно иметь немножко больше опыта, наверное, больше, там, старания для того, чтобы выполнять ее, делать качественно, чем, допустим, для смены цвета. И, как бы, такая тенденция пошла, что очень много установщиков смены цвета, допустим, либо коммерческой оклейки, но не так много, которые делают именно в защитной пленке. Если сравниваем цены с ценами, которые там в СНГ, насколько они сильно отличаются? Не сильно отличаются. Ты знаешь, я смотрю по, там, топовым студиям, которые находятся в Москве, либо в Питере, и у них приблизительно те же цены. Хотя рабочая сила, ну, порядком дешевле. Поэтому, я думаю, что, если смотреть с точки зрения профита, ну, то есть, прибыли, наверное... В СНГ это прибыльнее, да? Это прибыльнее, да. Потому что здесь, все, что касается рабочей силы, здесь это очень дорого. Если обратишь внимание на, там, которые занимаются электрикой, либо занимаются, там, каким-то, там, кондиционированием или еще что-то, то есть, ну, как бы, это все стоит очень больших денег, и специалисты не то, что, как у нас, там, знаешь, там, какой-то, там, такой немножко под шофе специалист, приходит, он что-то делает здесь с хорошей компанией, которые очень чаржат, ну, хороший, ну, как бы, высокий прайс и делают хороший сервис. Вот, поэтому, что, что касается ручной работы, это стоит дорого. Поэтому, наверное, все-таки в странах СНГ топовые студии, наверное, по прибыли выходят в больший плюс, чем здесь. Как из всего этого многообразия выбрать пленку? Вот мне, как чайнику, я думаю, что большинство ребят тоже не знают, первый раз с этим столкнулись. Понятно, ну, как бы, по цвету. Есть ли еще какие-то нюансы, в котором пленка выбирается? Да, есть несколько брендов, которые мы используем. Это топовые бренды. DM, Avery Denison, Inna The Tag. В плане защитной пленки это Expel. Это вот, наверное, основные бренды, которые мы используем. Все это американские бренды? Да, все эти бренды американские. Я скажу, что есть еще очень большое количество других брендов, но мы их стараемся не использовать, потому что, ну, есть некоторые нюансы, которые нам не нравятся в работе с ними, поэтому мы стараемся их, ну, как бы, обходить стороной. Но если есть такой запрос определенный, знаешь, когда человек хочет вот этот цвет и никакой другой, ну, то есть, и вот конкретно эта машина, но у нас там идет немножко лимитированная гарантия на это все, потому что мы даем каждому нашему клиенту год гарантии на установку, ну, то есть, любой, любого материала. Если так посмотреть, наверное, больше 200 разных цветов, и есть три разных финиша. Глянцевый – это матовый и сатиновый. Сатиновый – это между глянцем и матом, что-то между ними. Ну, я скажу так, что, как это обычно происходит, даже если человек приезжает и не знает, какой он цвет хочет поменять машину, допустим, естественно, он спрашивает совета, ну, то есть, ему уже, знаешь, основываясь на своем опыте, экспертизе, ну, то есть, мы понимаем, что такой действительно цвет подходит к какому автомобилю, и делаем какие-то рекомендации. Тем более, когда уже у нас уже огромное портфолио наших работ, мы уже можем предоставить, ну, фотографии, видео, как это выглядит, и добавить какие-то еще дополнительные детали, а также софтвер, который мы начинаем использовать. То есть, ты можешь, знаешь, там, когда там смена цвета, к примеру, или там какой-то дизайн, ты можешь посмотреть со всех сторон, как оно выглядит, знаешь, так красивенько, сочно. И причем, они так выбрали, знаешь, там разные ракурсы, то есть, которые ты можешь, там, смотреть, знаешь, с разными наездами рек. Ну, здесь больше 200 машин сейчас в базе. Да, прикольно, кстати, здесь выбираешь тачку из базы, тачка меняется, и ты уже машине можешь выбирать цвет. Вот, допустим, можно выбирать 3M, можно выбрать EveryDenison, ну, тут их, на самом деле, очень много, видишь. И что здесь еще можно сделать? Здесь есть, существует база в WrapStack, где уже есть готовые дизайны, которые ты можешь использовать, и они дают возможность скачать темплейт автомобиля, и ты можешь загрузить свои дизайны и посмотреть, как это будет выглядеть прямо на автомобиле. Ну, это, кстати, прикольная, реально, история с программой, когда ты не знаешь, что ты хочешь, приходишь, и сюда полностью все, все, в свою машину, крови как будто, да, все визуализируешь. Это, ну, прямо вообще-то супер-супер топ. Самая дорогая и самая необычная тачка, которую вы здесь делали? Из самых дорогих, которые мы делали, это была LaFerrari. LaFerrari, она стоимостью, по-моему, в районе 2,5 миллиона, но самая, наверное, крутейшая, которая была, это Lamborghini Sian, она стоит 3,700. 3,700 долларов, блин! Ох, блядь! Кто эти люди вообще, которые покупают эти тачки? Ты знаешь, самый стрёмный того, чтобы... Там даже, я не понимаю, зачем будет деляться на этом машине? Ты и так, у тебя машина за 3,7 миллионов. Нет, ну, мы сделали защитную пленку, мы ее защищали. Да, это дайте все понятно. Имеет смысл, да. Вот, что касается необычности, ну, то есть, наверное, наши дизайны, они все, ну, в основном, необычные, и, не знаю, из таких проектов, которых, не знаю, самых интересных... Которые тебя удивили, которые ты сказал, типа, у-у-у-у, вот это, кстати, четко. Наверное, вот он тоже, кстати, из одних из последних. Интересная вообще сама ситуация, когда нам позвонил менеджер какого-то селебрити и сказал о том, что, ребят, у нас вот такой вот проект, мы должны разработать дизайн на Lamborghini Aventador SVJ, там стоимостью в 700 тысяч долларов. И он сказал, что мы подписываем NDA с вами, ну, а не разглашение, типа, и, ну, никаких фотографий, видео, ничего. То есть, и мы вот сделали дизайн, проклеили там дверные проемы, сделали очень крутую тачку, но так и не знаем, кому. Вот, кстати, да, как много среди ваших клиентов, рэперов, которые хотят свою тачку каким-то образом заапгрейдить. Потому что я рэперов всех представляю на таких тачках, как раз там оранжевых, золотых, серебряных. Да, кстати, очень много, и все они стараются какой-то там выбрать уникальный цвет. Кстати, вот на прошлой неделе сделали Mercedes S-Class для Nina Brown, и он там выбрал фисташковый цвет с розовыми вставками. То есть, ну, как бы, а он такой здоровый, такой дядька, ты знаешь, такой, и такой говорит, чувак, мне нужен фисташковый цвет и розовые акценты. Знаешь, ну, как бы, очень странно звучит, но они всегда любят же делать что-то такое необычное. У нас, не знаю, уже машин, наверное, 10 сделал, ну, и переделывают машины. Такая звезда, как Gucci Mane, допустим. Вот на Gucci Mane, кстати, я ходил на концерт недавно, совершенно. Они, кстати, делают свои тачки очень часто. Ну, так как, знаешь, грубо говоря, машины все одни и те же, то есть ты уже не удивишь особо новыми автомобилями какими-то, ты можешь удивить новым видом этого автомобиля, и поэтому они делают какие-то уже более кастомные цвета. Вот последнюю машину, которую мы делали для Kishi, это Lamborghini Urus. Мы выбрали лавандовый цвет. Ни один из производителей не имеет такого цвета, и нам пришлось, что делать, печатать. Ну, то есть мы напечатали там сэмпл с разными оттенками, она выбрала его, и вот мы напечатали этот цвет, поклеили сверху защитной пленкой, чтобы, ну, создать такой глянцевый эффект, как краски. Ну, то есть она действительно выглядит, как будто покрашена. Ну, то есть, ну, такой цвет уникальный вообще. Ну, то есть больше не... Ну, как, возможно, кто-то и печатал что-то похожее, ну, так он уникальный. Ну, вот, и они вот переделают, периодически меняют цвет для того, чтобы, ну, как бы машина выглядела свежо, ну, как будто новый автомобиль. Также и rental компании, которые сдают машины свои в аренду, они стараются тоже почаще переклеивать, чтобы, якобы, ну, новая машина в их флите. Вот, и, ну, в их автопарке. И стараются делать яркие тоже постоянные цвета и переделывать каждых, там, не знаю, полгода порой. Ну, а рэперы, да, рэперы, наверное, это самые... Самая целевая аудитория. Да, моя одна из самых целевых аудиторий, которые любят, ну, немножко быть, ну, кто-то более гэнгстер. То есть они выбирают, там, черный такой вот сатин, там, не знаю, там, все в черное-черное, там, вот, либо, наоборот, что-то яркое. Ну что, друзья, мы пришли к самому, наверное, интересному моменту. Что мы будем делать с этой тачкой? Я, на самом деле, у меня ноль идей, то есть я доверился Виталию на все 100%, его экспертизе, какие у нас есть варианты. Хочу, чтобы тачка выделялась, хочу, чтобы все смотрели, и говорить, ну, хрена себе тачка, чтобы именно такой эффект был. Я тебе гарантирую 100%, что будет такой эффект. Вот, а сейчас давай пройдемся по деталям. Так, да, ну, исходя из твоего, ну, как бы, из твоего запроса, в принципе, уже выстроилось понимание того, что мы будем делать на ней. В первую очередь, для того, чтобы машина смотрелась более, так скажем, кастомно, мы уберем весь хром. То есть все элементы хромированные, там, фронт грил, передняя решетка, вот эти вот все детальки, ручки вокруг окон, там, задние выхлопные трубы, мы все это делаем в черный, возможно, даже сатин. Ну, я посмотрю, наверное, глянец либо сатин. Надо подумать, потому что основной цвет у нас идет в супер глянце. Ну, то есть мы используем пленку Inazetech. Я сегодня, когда пришел, посмотрел эту пленку, если честно, я охренел. Прям пленка топчик. Да, ее, кстати, первым, ну, вот на Сима-шоу, первым, кто поклеил этот автомобиль, был Алекс Чой. Это, короче, ютубер американский, супер-супер популярный. Прикольный парень, который делает прикольные проекты. Я скоро тоже буду популярным. Надеюсь, надеюсь на это. Вот, мы подумаем насчет глянцевых либо сатиновых элементов. Сделаем колеса также черными. Основной цвет будет один, который мы покажем сейчас. И также, уже после того, как мы оклеим сначала полностью body, и у нас будет полностью blackout, мы посмотрим на суппорта тормозные. Возможно, если какой-то будет основной цвет, который будет здесь, ну, прям бросаться в глаза, возможно, мы подчеркнем акцент с тормозными суппортами и сделаем их тоже там какой-то такой из ярких цветов, чтобы он, ну, как бы, так же немножко выделялся. Вот. Ну, в принципе, все. Также мы делаем дверные проемы для того, чтобы при открытии дверей вот эта часть, она была такого же цвета. А, в цвет кузова, да? Да, в цвет кузова, чтобы, ну, как бы, не было такого, знаешь, диссонанса, когда открывается дверь, а здесь такой серый цвет. Оно будет в цвет кузова и будет, ну, очень гармонично смотреться. Колеса мы, получается, делаем черные. Да, мы делаем... Это пленка какая-то будет или что? Не-не, это будет порошковая покраска, powder coat, ну, это как заводская покраска. У нас основной глянцевый, может быть, будет прикольно, если будут сатиновые все элементы, либо глянец. Все хромяшки, вот эти все хромяшки, они уходят в черный. Все будет черное? Да. Это черное, здесь черное, да? Да, да, и сзади тоже, вот у нас вокруг задних фар, у нас вот эта вот планка, опять же, вокруг окон. Выхлопные? И выхлопные трубы, да, все будет черное, да. Прикольно. Ну, таким образом, знаешь, оно еще подчеркнет, как бы, такие детали на основном глянцевом, ну, таком, можно сказать, в твоем цвете. Вот. Ну что, пойдем покажем сам цвета. Цвет, 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 цвет. Та-дам! Офигитительный хамелеончик. Он переливается, он фиолетовый, золотой, красный, белый, короче, зеленый. Каких цветов только здесь нету, это, ну, на солнце. Потом, когда мы увидим все это как-то в натуральном виде уже на машине, мне кажется, это будет, должно вообще быть пушка. Или наоборот. Или наоборот. Будет сто процентов. Выглядит очень круто. Это у нас... Потом, кстати, оцените. Если мы говорим о том, чтобы машина стала уникальной, ну, и мы хотим выделиться, то это будет прям, бум, это будет бомба. Это у нас Inazetech. Называется Unicorn. Не помню, как точно называется. Там Super Gloss Unicorn какой-то там. Вот. И вот на него сделали искусственный такой спрос из-за того, что вот сделал Alex Choi. Короче, срок ожидания два месяца. И, ну, как бы, и стоимость, естественно, они там, знаешь, там подняли почти два раза. Вот, поэтому, ну, я думаю, что Rolls-Royce, наверное, будет первым. Ну, твой Rolls-Royce будет первым в таком цвете. Вот, это нормально. Ну, что, друзья, вам в этом плане повезло. Вам не нужно было ждать целую неделю. Именно ждать, потому что неделя уже прошла. Мы приехали сегодня забирать тачку. Я, если честно, немножко переживал. Я даже ребятам просил не присылать мне никакие промежуточные фотографии, чтобы все увидеть вживую. Поэтому, собственно, сейчас мы пойдем все это смотреть. Погнали! Йо! Охренеть! Выглядит просто шикардосно. Вот эти черные детали, они дают прям какой-то брутальности. Машина поменялась полностью на 100%. И внутренние вот эти черные детали, они настолько контрастируют с внешними, да, вот этими акцентами черными. Просто охрененно. Слушай, топчик, просто топчик, топчик, топчик. Открыть дверь, посмотри. Так. О, блин, все здесь четенько. Все в пленочке, как положено. Как с завода, да? Блин, очень круто. Вообще просто огонь. Мы оставили некоторые эмблемы в Chrome, Rolls-Royce, именно эмблемы спереди, сзади, по бокам, и Spirit эмблему. И также у тебя вот остались внутренние хромированные элементы, и у тебя вот черное дерево, как раз с черными внешними. Да-да-да, я поэтому говорю, черный салон с черными внешними экстерьером, он сочетается суперкруто. Не стали эти тормозные суппорта ни во что красить, черные, ну то есть так и оставили, они очень хорошо смотрятся с этими черными колесами. То есть я думаю, что сложно подобрать нам какой-то цвет, который есть на кузове, потому что на кузове, я не знаю, сколько это, 10 цветов, наверное, разных. Накренеть. Что мы сделали? Поменяли, во-первых, цвет. Да, поменяли основной цвет вместе с дверными проемами, убрали весь хром, покрасили колеса, сделали тоже в черный глянец, потом, ну, почистили интерьер, покрыли ее керамикой. Ну что, друзья, могу сказать, тачка выглядит совершенно по-другому. Та цель, которую мы преследовали, а цель была всего лишь одна, сделать так, чтобы тачка выделялась на дороге, мне кажется, мы ее вполне успешно достигли. Мы ее сейчас выкатим на улицу, посмотрим, как вот эти цвета будут играть на солнце, потому что будет совершенно другая история. Вы обязательно, не знаю, как-то оцените, может быть, от 1 до 5, проставьте циферки, насколько тачка вам зашла именно в таком виде. Мне, если честно, очень нравится. Ребята сразу, видно, постарались, красавчики на все 100%. Если кто-то вдруг здесь окажется и будет задача сделать, выделить свою машину, рекомендую. Они точно сделают, да, так, чтобы было бы, например, 100% круто. Либо просто в Майами можете просто заезжать в гости. Знаешь, очень хотелось бы сделать это место для людей, которые туристы просто посещают Майами. Знаешь, одно из галочек, чтобы посетить нашу студию и просто посмотреть, что мы делаем. Спасибо, все, спасибо тебе за такой проект, потому что, ты знаешь, что не каждый осмелится делать, ну, как бы, такого рода проекты, и поэтому, блин, спасибо большое, потому что для меня это вообще большой кайф, работать с такими машинами и с такими проектами, знаешь, цветами, потому что для меня это вот прям, я в правильном месте, так сказать. Как я смотрю здесь. Как я смотрю здесь.